Пик покупательской активности пришелся на рост цен. На первом в этом году заседании оперативного штаба по мониторингу конъюнктуры продовольственного рынка товаропроизводители, сетевики и чиновники обсуждали предновогодние цены. Наибольший рост отмечен на плодово-овощную продукцию и яйцо столовое первой категории. Капуста белокочанная, цены зафиксированы в росте от 6,5 до 13,5 процентов, огурцы от 9 до 35 процентов, томаты от 32 до 76 процентов, перец сладкий от 4,5 до 60 процентов, яблоки и виноград. Как видно, наибольший рост цен на плодовощные позиции чаще всего происходил на овощи закрытого грунта и на импортируемой позиции. Рост цен на столовое яйцо связывали с ростом стоимости кормов и их компонентов. В январе показатели пошли на убыль. Цены должны снизить и магазины. Уменьшилась стоимость муки пшеничной высшего сорта на 3 процента, картофеля на 6. Мясо и сыр остались без изменений. Александр Лодыжкин отметил, что цены на колбасу, рыбу, чай, гречу в Иванове ниже, чем в соседних регионах, таких как Костромай-Владимир. Представителям крупных торговых сетей нужно готовиться к проверкам. Светлана Давлетова обещала лично узнать, как в торговых точках поддерживают ивановских производителей и какое место им выделяют на прилавках. Мы эти выездные, так скажем, проверки начнем уже в январе. Поэтому я, чтобы для вас это не было полной неожиданностью, как это положено, в общем-то довожу до вашего сведения. Поэтому морально будьте готовы к этому. В прошлом году губернатор региона поставил задачу перед представителями федеральных и локальных сетей довести уровень присутствия на полках товаров местного производства до 60%.